14 февраля в многофункциональном центре при Дворце культуры Спартак прошел фестиваль молодежного творчества «Дружба народов», посвященный Международному дню родного языка. Организатором выступил отдел по делам молодежи и туризма и работники Центра культуры. На мероприятии приняли участие педагоги и студенты среднеспециальных учебных заведений города. Открывая встречу, начальник отдела Айшат Атаева подчеркнула важность изучения родного языка. Мы являемся свидетелями того, что, к сожалению, на родном языке мы не говорим. Правильно? Семьям свои, друг с другом, мы не говорим на родном языке. Мы не должны утрачивать свой родной язык, мы должны забывать о родном языке, мы должны его передавать. К сожалению, наши маленькие дети, мягкие дети наши не могут и даже не понимают, что говорят неправильно, мы хотим возобновить это. Очень плохо, что на сегодняшний день молодежь смотрит инстаграм, берет что-то зарубежное, но не наше. Мы не продолжаем, мы не сохраняем, не приумножаем наши традиции. Мы хотим это сделать. Мы должны это сделать. В своем выступлении Атаева отметила, что на сегодняшний день некоторая часть молодежи не знает своего родного языка, не знакома с культурой и традициями своего народа. По словам педагогов, современное общество столкнулось с тем, что с каждым годом забывается родной язык, культурные ценности и традиции, а проведение такого рода мероприятий способствует привитию уважения и познания устоявшихся традиционных ценностей многонационального Дагестана. Родной язык – это ценность, которую нельзя тратить. Всех годов год, а нужно приумножать, все время дополнять, чисто не сказать, что мы сегодня знаем, что родной язык нужно знать глубины, историю свою знать и говорить о своем языке так, чтобы не было стыдно за себя и за своих детей. Молодые таланты просматривались по трем номинациям – стихотворения на национальном языке, песня на национальном языке, обычаи и традиции моего народа. Всего в творческом мероприятии приняли участие более 30 студентов СУЗа в городе. Каждое учебное заведение предоставило по три участника на каждый конкурс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Целями фестиваля организаторы подчеркивают духовно-нравственное воспитание, создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, воспитание чувства патриотизма, любви к своей родине. Награждение победителей фестиваля состоится 20 февраля в конференц-зале Молодежного центра при Дворце культуры «Спартак». Лауреаты фестиваля будут награждены дипломами и памятными подарками.